Епископ Брестский Кобринский Иоанн посещает детские дома семейного типа со специальным праздничным визитом несколько раз в год. Инициатива зародилась с момента введения в эксплуатацию первого такого объекта. С тех пор встречи стали традиционными. И дети, и родители воспитателей, и сам владыка всегда ждут их с нетерпением. Посещаю с радостью, с легким сердцем. Очень благодарен тем людям, которые взяли на себя вот такую ответственность. Потому что сегодня не просто управиться со своими детьми, а здесь дети разные. Разного настроения, разного характера. И объединить их – это подвиг. Поэтому просто еду поклониться этим людям, которые взяли на себя этот подвиг. Ну и, конечно, поздравить детей, быть с ними рядом, хотя бы вот эти праздники радостные для церкви. Порадоваться вместе с ними. Ну и помолиться за них, чтобы Господь благословил их жизнь. Неотъемлемая составляющая таких встреч – обмен подарками. Праздничные песнопения, сладости и игрушки – это далеко не полный список сюрпризов для ребят. Однако и они в долгу не остались. И подарили гостям сделанные собственными руками подделки, а также стихотворения и сладкие угощения. Рифмованным произведением искусства одна из воспитанниц поделилась с нашей съемочной группой. Что приносит Новый год? Новый снег и новый лед. Новый у поля лыжный след. Новый у нового циркбилет. Новые коньки, свистки, новые каникулы. Новый дождь и новый гром. Переезд у новый дом. Новый смешанный апельсин. Не излечите всех новин. Так по-новому живите, только влажливо сочите. Капутор битит мороз, новых двоек не принес. Родители-воспитатели Дмитрий и Юлия Петровские признаются, что к визиту владыки всегда готовятся с волнением и обязательно всей семьей. Каждый член этой дружной ячейки общества вносит свой посильный вклад в создание теплой и праздничной атмосферы. Для нашей семьи это уже третья встреча с владыкой. И, конечно, когда он приходит к нам в дом, это самый настоящий праздник. Он приходит не один. С ним приходят дети, хор церковный. И, конечно, дети тоже дарят нам, ну, так сказать, свои вот подарки музыкальные. Дети наши перенимают у них, видят, как они стараются, как они талантливо поют, играют. Поэтому, конечно, в доме просто самый настоящий праздник. Гости – это всегда волнение, радость, когда приходят. И дети стараются, и в глазах у них видно, что огонь какой-то просыпается. Какое-то желание, чтобы что-то увидеть, преподнести. И с каждым годом все лучше и лучше. Стараются вот в том году так было. А вот давайте вот лучше сделаем в этом году. Встречи, подобные прошедшие, уже давно стали событием регулярным и ожидаемым. Вместе с представителями духовенства посещают такие семейные дома и представители социально-педагогического центра. Ведь створить добрые дела, создавать хорошее настроение всегда проще сообща. Тем более, что все участники таких мероприятий уже давно чувствуют себя одной большой семьей. Мы посещаем наши дома семейного типа в рождественские праздники, на Пасху. Общаемся с детьми, общаемся с родителями, получаем заряд бодрости, заряд удовлетворения от того, что мы имеем такую возможность побыть рядом с ладыкой, побыть рядом с нашими детьми. Потому что многие дети прошли через наш центр. Эти дети всегда нам дороги, всегда нам близки. И их судьба всегда нас интересует. И мы не остаемся в стороне. Поэтому каждый праздник мы имеем честь и радость быть рядом с ними. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.